Туя спиралис – описание сорта посадка и уход. Популярное благодаря своей красоте растение туя относится к роду кипарисовых. Оно неприхотливо в выращивании, часто используется для ландшафтного дизайна, облагораживания садовых парковых зон, частных участков. Чаще всего огородники сажают туя спиралис. Характеристики сорта Туя спиралис относится к классическим представителям западного подвида. Она отличается от аналогов благодаря большим размерам. Кустарник может достигать высоту до 30 метров. Отличительными особенностями в описании туя спиралис – пирамидальная форма кроны, густая крона темно-бурой коричневой расцветки. Шишки овальной формы ярко-зеленого оттенка. Обратите внимание, туя западная спиралис используется в сфере фармакологии для создания гомеопатических препаратов для лечения ревматизма, выведения бородавок. Вытяжки из нее применяются как составляющие от харкивающих антисептических препаратов. Туя спиралис привезена в Россию и Северной Америке. Сегодня на постсоветском пространстве часто используется в качестве декоративного растения. В среднем кустарник достигает высоту 12-15 метров при диаметре кроны 1,5-2 метра. Она достаточно быстро растет. Ежегодно можно наблюдать прирост на 18-20 сантиметров. При благоприятных условиях ухода и содержания он может достичь 30 сантиметров. Туя спиралис Туя западная спиралис обладает ровным стволом без кривизны и дефектов. Рост кроны происходит неравномерно, поэтому растение нуждается в постоянной обрезке и формировании. Благодаря тому, что боковые ветви закручиваются по спирали, кустарники часто используют в качестве уникальных причудливых декоров. Важно! Туя спиралевидная отлично приживается в открытом грунте, не зависит от уровня освещенности и состава почвы. Важно лишь держать грунт умеренно увлажненным. Но при этом туя спирали слегка переносит засуху и морозы. Посадка Опытные садоводы рекомендуют высаживать туя на освещенные участки. В противном случае крона будет блекла и потеряет свою пушистость и привлекательность. Для посадки саженцев можно выбрать самые простые почвы, например, насыщенные торфом или глинистые, сухие. В любом случае нужно предусмотреть дренаж минимум 12-15 см. Технология посадки саженцев, определившись с местом посадки, выкопать яму размером 60-80 см. Заранее подготовить почву-смесь для посадки, включив в нее песок торф и делен в пропорции 1-1-2. Следует обратить отдельное внимание на уровень кислотности грунта, он должен быть не более 6 рн. Высадить саженец туи обильно полить 1-1,5 ведрами воды. Дальнейший уход После посадки важно обеспечить достойный уход. Поливать туи следует не менее 10 литров воды на один куст. В жаркую засушливую погоду ее количество увеличивают, а также обрызгивают крону. Важно! Подкормки производить можно любыми готовыми комплексными средствами. Также нужно обязательно проводить рыхление почвы 7-10 см. Эмульчирование торфом, особенно в вегетационный период. Это обусловлено тем, что туя спирали забладает поверхностной корневой системой. Для зимы нужно обеспечить качественное укрытие туи, так как морозы могут повлиять на дальнейший рост и красоту крона растения. Болезни и вредители Несмотря на неприхотливость и устойчивость к кустарник может заболеть или стать прибежищем для насекомых паразитов. Самыми распространенными вредителями и недугами является фитофтора – наиболее опасная болезнь, поражающая корневую систему, после чего растение вянет. Для лечения и профилактики используют фунгициды для полива. Также вокруг ту землю рекомендуется удалить подсыпав новую. Ржавчина имеет грибковую природу возникновения, от которой опадает пожелтевшая хвоя. Болеют в основном молодые растения, которым не был оказан должный уход. Лечится также фунгицидами. Ложнащитовка характеризуется появлением желтых язв на стволе туи-спиральной. Для уничтожения используют такие препараты, как Рагор-Антия, Карбофос. Ложнащитовка туи-спиралис в ландшафтном дизайне. Туи-спиралис эффектно смотрится в ландшафтной композиции. Вечно зеленые кустарники туи-спираль украшают парадный вход. Используется для живой изгороди, разделение зон на участки. С помощью туи оформляет ракарий, совместив несколько подвидов. Из стриженных видов растения создают уникальный архитектурный декор на участке. Туи-спиралис отлично смотрится в сочетании с розарием, красивой цветущей гортензией на клумбе. Выращивать туи-спиралис несложно, если соблюдать правила ухода и высаживать в соответствии с рекомендациями опытных садоводов. 0.0 в от артикле ратинг.